Всем огромный привет! Многие меня спрашивают, почему не выпускаю видео, например, про велосипеды, еще про автомобили или другие видео. Для особо интересующихся решил снять вот такую небольшую зарисовочку. Вы сейчас видите опалубку, вот эта опалубка у нас ведет в почное помещение. И здесь у нас много лет мы ходили, переступали, вот через ступеньку, высота этой ступеньки примерно 30 сантиметров, ну там 29,5. И мало того, здесь видите, сейчас ровненько сделано, это я сделал на прошлой неделе, ну то есть подождал пока засохнет. И теперь делаю уже вторую ступеньку, то есть разделил пополам, получилась у меня высота от верха плитки до верха этой ступеньки 15 сантиметров, ну то есть стандарт. А вторая ступенька, я считаю, что вот она представляет более такую интересную конструкцию. Что я сделал? Сделал внутри вот такой опалубку, ширина этой ступеньки, ну вот по внутренней части или вот этой внутренней опалубки 1 метр, а ширина наружная 1 метр 10. Да, расстояние между опалубками взял примерно 8, вернее вот здесь вот по 5 сантиметров сбоку, а вот здесь вот 8 сантиметров. Закрепил уголками, чтобы потом можно было открутить и разобрать изнутри. Закрепил их между собой, такими брусочками или как говорят, бакулками, кому как нравится на саморезы. Все это дело подрезал, видите, все было подрезано, здесь подрезано, здесь подрезано, здесь, здесь. Обвернул саму опалубку стричь пленкой упаковочной. Для чего? Для того, чтобы потом легко от бетона ее можно было оторвать. Сделал гвозди. Гвозди это у меня бэушные старые. Ну, арматуру, конечно, можно было арматуру купить, но зачем покупать арматуру, чем плохи гвозди, когда еще между собой они связаны проволокой. Заливаю первый ряд, ну, первый раз заливаю вот по эту опалубку ровно, видите, тут перепад для чего? Чтобы внутренности, я из внутренности вытаскиваю эту опалубку, когда залью, засыплю сюда либо песок, либо грунт, ну, старую битую плитку, может быть, вот такие вот осколки от бетона старого. Короче говоря, строительный мусор. И когда здесь у меня опалубка вытащится, сравняется все строительным мусором, здесь уже будет все залито, здесь у меня эта арматура будет торчать, она плотно встанет. К этой арматуре я привяжу вот такие вот гвозди, это со старых дверных коробок, ну, то есть вот так, вот так, вот так, чтобы заармировать вверх. Вверх у меня высота будет примерно 5 сантиметров, ну, то есть снаружи она будет смотреться монолитом, а внутри я сэкономлю, ну, вот настолько бетона. То есть можно было, конечно, и не экономить, но зачем лишнее мешать, зачем лишнее тратить раствор, когда здесь будет самый большой вес, это вес человека, ну, может быть, ведро угля я буду с собой держать, или там охапку дров. Поэтому решил делать вот так, видите, снаружи вот эти места тоже все запенил, чтобы, когда жидкий бетон я буду заливать, он не выливался. Подготовка бетона, значит, просеиваю я золу в ведро, два, две лопатки, вот таких, две, два совка золы просеиваю, чтобы она была тоненькой фракцией, мелкой. Это для чего я делаю? Для усиления, то есть если у меня, например, один к двум я делаю песка, две части, цемента, одна часть и еще одну часть, одну треть, да, одну треть, кладу золы. Для чего? Для того, чтобы бетон был очень крепкий. Что я могу сказать? Многие скажут, нифига он крепкий не будет. Нет, ребятки, он будет очень крепкий. Я сам строитель, почитайте литературу, погуглите, если ее добавлять один к трем, ну то есть три части раствора и одна часть золы, то увеличивается прочность. Вот эта ступенька я залил тоже так же. Сам бетон сделан из мелкой фракции, то есть из песчинок. Просто у меня нету щебенки на данный момент, ну где-то заказывать там, 10 ведер мне же никто не привезет. Поэтому я решил заливать бетон, пескобетон, вот так назовем. И добавляю туда старые осколки плиток, вот они здесь виднеются. Но получилось очень и очень крепко. Вот он примерно неделю как залит, прям огонь. Извиняюсь, что это освещение не очень хорошее, ну какое есть. Сейчас буду заливать сюда, вернее засыпать в это ведро, в которое зола, буду засыпать песок. Золы, еще раз говорю, два, вот таких совка, песка я уже засыпал, три, четыре, пять, шесть. Теперь в это же ведро насыпаю цемент. Раз, два, три, четыре, пять. Пять совков. И сверху пять совков песка. Почему я золу засыпал вниз, потом песок, потом цемент и потом опять песок? Значит, снизу зола она самая легкая, песок легче цемента. Потом цемент, когда я налью воды и начну мешать, тяжелый цемент будет стремиться вниз. А сверху песок, чтобы пыль от песка, ой, от цемента не выходила наружу. В случае необходимости можно подлить. Размешали раствор, теперь аккуратненько взрываем. Как бы немножко вибрируем, чтобы во все щели наша песчано-бетонная смесь проходила. У меня ушло ведро, еще не ушло. Может, чуть-чуть еще подмешу. А так вот, представляете, вот это все залить. То есть вот эта опалубка построена именно для того, чтобы сэкономить цемент. Должно хватить. Ну, вот так у меня получилось. Видите, специально оставил здесь шероховато, не стал затирать. Потому что, когда сверху слой ляжет, чем больше шероховатости, тем лучше этот слой схватится с нижним вот этим вот основанием. У меня здесь высота внутренней опалубки получилась 9,5 см. А наружной, я уже говорил, где-то 14,5 см. И 5 мм я оставляю на плитку. Вот на такую. Прошли сутки. Видите, какой бетон синий. Ну, цемента я здесь не пожалел. Как вы видели, добавил еще золы. И сейчас попробую разбирать хотя бы вот эти вот крепежные бакулки или бруски. Бетон застыл. Снимаем опалубки. Это вот она хорошо отделяется, потому что я обвернул упаковочной пленкой. Вот про что я говорю. Не совсем просохла, но мне пойдет. Потому что я оставляю этот недочет внутри ступени. Но время не ждет. Убрано все. И буду заливать теперь до верха вот этой деревяшки. Это у меня будет вот эта вот ступенечка. Заполняю внутренности ступени строительным мусором. Для экономии. Заполнил я ступеньку битой плиткой. Ну, уже старенькой. Пролежала она у меня уже не один десяток лет. И сейчас мне надо будет сделать выравнивающий слой небольшой. Ну, так более-менее залить, чтобы туда проникл раствор жидкий. А потом уже верхний слой затереть. Прежде чем это я сделаю, я сейчас положу здесь еще арматуру. Вот к каждому гвоздику, который здесь у меня уже залит в бетон. Ну и еще перед этим вот так вот сделаю. Делаю разметку вверхой ступени, чтобы ориентироваться, сколько необходимо бетонной смеши для ее заливки. Забурился в соседнюю бетонную ступень, чтобы связать ее арматурой со ступенькой, которую делаю сейчас. Изготавливаю металлический каркас при помощи вязальной проволоки. Забурился в соседнюю бетонную ступень. 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 ступеньку залил выровнял сейчас буду ждать когда она подсохнет немножко усядется потом терочка перетру и потом сверху будет плитка вот на эту ступеньку ушло 4 ведра раствора если бы я не делал опалубку а просто полностью и залил бетонной я думаю ушло бы примерно ветер 9 представляете в два раза примерно в два раза сэкономил за счет того что внутри засыпал вы все видели прошли сутки после того как я залил вверх ступени представляете сначала начать залил низ теперь прошли сутки залил вверх прошли сутки и учат я не тороплюсь разбирать потому что чтобы не испортить край потому что когда буду отдирать опалубку отодвигать она может если плохо подсохла а я вот ногтем пробую вроде подсохла неплохо ну пусть еще лучше постоит я не тороплюсь вот смотрите здесь небольшая трещинка пошла в бетоне ну это нормальное явление то есть когда достаточно толстый слой быстро сохнет появляются трещины но хочу вам сказать когда я позапрошлым году заливал отмостку у своей дочери на улице была жара за тридцатку сейчас у меня дома нет жары за 30 вот таких трещин не было я не знаю почему еще раз говорю может быть они что-то специально кладут кита добавки бетонную смесь но мне понравилось больше прошло двое суток я сильно не торопился чтобы хорошо застыла видите все в кол в камень смотрите как получилось красиво ну то есть залилось здесь ничего не покрашено блестит это только за счет того что здесь был полиэтилен и получилось ровно вот она составная из двух частей первую часть вы видели как я заливал вот это вторая теперь только облагораживание плиткой старые наплывы бетонной смеси которые мешают ровно укладывать половую термическую плитку убираю при помощи перфоратора и сверла с победитой войны пайкой а 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 и а Плитку для резки Размечаю обыкновенным канцелярским маркером Плитку буду ложить Вот на этот плиточный клей На основе цемента А другую часть на монтажный клей Момент в тюбиках То есть комбинирую При этом получившийся раствор Золу не кладу Сейчас все увидите Субтитры сделал DimaTorzok Золу не кладу Субтитры сделал DimaTorzok Золу не кладу стараюсь укладывать по уровню где это возможно как говорится не всегда наши возможности совпадают нашими желаниями продолжаем укладку плитки на ступеньку только уже со стороны помещения топочной вот смотрите здесь у меня уже все высохло здесь вот я буду тоже плитку уже ну думаю вот так вот из кусочков здесь вот у меня получится 3 целые плитки и одна полоска основание сделано ровно кривая сама плитка видите и причем кривая здесь вот с двух сторон держится там и здесь здесь прыгает ну это брак плитки будем исправлять толщину раствора покажите мне на него не очень нравится знаете вот такой немножко как такой вязкий как глина держит крепко потому что цемента не пожалели и 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 мелкую плитку и подступенки буду укладывать на монтажный клей поэтому стараюсь тщательно очистить поверхность которую буду клеить плитку при этом использую 646 растворитель стараясь также тщательно почистить и саму плитку монтажный клей не жалею на нем кстати держится не хуже чем на растворе уж поверьте моему опыту расстояние которое получилось между плиткой уложенные на ступеньки и под ступенком добираю узкими полосками разметив швы между плиткой заполняю растворной смесью на которую укладывал плитку выравниваю неровность которая получилась в результате не совсем точной установки опалубки по ходу работы решил зачистить трубу отопления кто живет в частном доме меня поймут такие работы всегда откладываются на потом наконец-то руки дошли и до нее пищу полоски трат пища в углу за трубой можно угнать все обрезки керамической плитки думаю это не критично и опять же чуть-чуть сэкономлю а теперь приклею керамическую плитку на монтажный клей в тюбиках в тюб一個 чизг у вас есть и Субтитры сделал DimaTorzok Хорошо, что есть электроплиткорез. Подогнать плитку можно очень точно. С торца ступеньки сделал выкройку из ДВП, чтобы отрезать точно плитку. Разметил при помощи маркера. Указал край. Сейчас буду отрезать. Отрезал и уложил плитку. Процесс резки и укладки плитки повторяться и показывать не буду. Вы видели ранее. Благодарю Юру от души за сделанную ступеньку и за приложенное старание. А самое главное за превосходный результат. В качестве выполнения работы я не сомневаюсь. Она как всегда на высоте. Продолжение следует. Продолжение следует.